Привези мне из Индии только один подарок Привези мне из Индии только один подарок Привези к нему этого человека Когда отряд прибыл в указанный район Военачальник отправился к местному старейшине Чтобы расспросить его о старике А тот ответил Да, здесь действительно есть Саньясин Великий Саньясин Вам вряд ли удастся убедить его следовать за вами Военачальник рассмеялся и сказал Глупости! Если Александр Великий прикажет То весь город последует за ним Привези к Саньясину Солдаты увидели его стоящим обнаженным На берегу реки Они сказали Следуй за нами Сам Александр Великий приглашает тебя быть гостем Тебе будут оказаны великие почести Ты будешь иметь все, что пожелаешь Александр возьмет тебя с собой в Грецию В ответ на это Саньясин спокойно сказал Никакая сила в этом мире не заставит меня следовать за тобой Если я нужен вашему Александру Пусть он сам придет сюда ко мне Посланный Александром был поражен Он еще никогда не слышал такого повелительного тона И он не решился применить силу Вернувшись к Александру Он сказал Этот человек высокомерно обошелся со мной И я боюсь, что с вами он поступит так же Александр гордо вскинул голову Каждый, кто не окажет мне должного почтения, умрет Я иду Но когда он прибыл на место, его хватил трепет Саньясин первый обратился к нему Итак, ты, Александр Великий Я думаю, что всякий, кто называет себя великим Не велик и не может быть таким Я пришел не спорить Ответил Александр Я пришел пригласить тебя Старик улыбнулся Я свободен, как ветер Нельзя приглашать ветер Он дует сам по себе Если я почувствую, что мне этого хочется Я приду в Грецию Но если я не хочу Никто не может заставить меня От таких слов Александр пришел в ярость Он выхватил меч и сказал Старик, если ты не пойдешь со мной, я убью тебя Саньясин ответил Саньясин ответил Ты немного опоздал Я уже сам убил себя Александр сжал меч и сказал Сейчас твоя голова покатится с плеч Саньясин ответил Ты можешь отрубить мою голову Но ты не можешь убить меня Потому что когда ты увидишь мою голову падающей на землю Я тоже вижу ее падающей Александр так и не смог убить этого человека В его дневнике сохранилась запись об этом Этого человека звали Дадамеш Ну вот так Вот такая индийская притча Она называется Александр Македонский и Саньясин Пока-пока До свидания Субтитры сделал DimaTorzok